Улица Забайкальская в микрорайоне Силикатный стала излюбленным местом проезда у сотен водителей. Легковые, мусоровозы, а особо рьяные устраивают здесь гонки. Жильцы 10 двухэтажек все машины привыкли разделять на наш, не наш. Чужих видно сразу, но объяснить им, что летать со скоростью ветра на придомовой территории нельзя, никак не удается. Здесь мы проживаем почти всю жизнь, и проблема обострилась у нас тогда, когда начали делать дорогу, ремонтировать. Мы знаем прекрасно, мы со всем согласны, мы можем идти на уступки, но самое главное для нас – это дети. Именно они на днях даже устроили баррикаду посреди дороги и не хотели никого пропускать. Ребятишек в этом районе больше ста. Заняться детворе, кроме как поиграть на единственной площадке, нечем. Места не так много. А по улице, особенно в часы пик, движения, говорят местные, как по московской магистрали. Чуть не сбили, коляску чуть не сбили, когда перегоняли друг друга машины. Ну что это такое? Дети вот, им гуляли, а сейчас они не гуляют. Едут и оскорбляются как разно и детей, и взрослых, что они здесь проезжую часть устроили. Вы же сами видите, как сейчас ездили здесь. Баррикады делали, кто их убрал? Да, это баррикады, вот они, сами дети даже копали. Видите, у нас тут сто детей ездят. И всякое разное оскорбляют. Ну как-то могли бы власти-то вот это предпринять, поставить какие-то знаки. Жаловались и на грузовики со стройки, мол, ездят караванами. Но сейчас движение поутихло, и строительная техника вся на объездной дороге. Убедиться в этом приехали городские власти. На самом деле комиссионную выехали, посмотрели здесь, кроме жителей местных, грузовых машин здесь не наблюдается. У нас есть объездная дорога асфальтированная, которая уходит через 113-110 в микрорайон. Здесь они не должны ездить. Не должны ездить и другие автомобилисты. Кроме того, у них есть еще один объездной путь. Вот эта промышленная дорога сразу за домами. О существовании которой многие, очевидно, просто не догадываются. Просьба к водителям, пожалуйста, особенно очень это, как сказать, как наглее, чисто женщины. Сами женщины сидят за рулем, у них дети сзади. Их же дети сидят, и они говорят, убирайте своих детей. А вы почему не убираете в 9 часов вечера, она говорит, убирайте своих детей. Прямо тут с драками. Женщины выскакивают, а на нас чуть-чуть налетают с дракой. Чтобы избежать дорожных скандалов и драк, чиновники заверили, что будут следить за ситуацией на Силикатном. Объездная дорога в сотых будет открыта до конца октября, пока не завершатся ремонтные работы. Мария Латышева, Сергей Костенко, Новости дня.